Продолжение следует... 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 Они будут выложены в электронном гиперканате, где вы можете знакомиться с этими видеозаписами. Дальше. Наши курсы повышения инфекции в очном формате плавно перейдут с 15-го в всероссийский научно-практический семинар о развитии инклюзивного образования в России до субботы. В среду встречи не будут проходить МГППУ. В среду или экспоцент, или айшкола. Я предложил бы утром сходить в айшколу, посмотреть по проблеме, обсудить проблему инклюзивного образования и дистанционного обучения детей на основе дистанционной технологии. Потом можно, там недалеко находится экспоцентр, и там можно быстренько переехать. И к часу дня, не исключено, что он может быть сдвинут из-за того, что могут быть виды в открытии, это салон, это московский международный салон образования. Там много будет разных встреч, я бы предложил потом походить, познакомиться, взять визиты, буклетики, ну кто будет в очном формате. Вот, с 16-го, это уже четверг, все начинается в нашем университете с самого утра. Мы, напоминаю, полдня будем обсуждать проблему сетевого взаимодействия. У нас будет телемост с Уральским федеральным университетом имени Ельцина. Директор института дистанционного обучения Третьякова Василий Сергеевич расскажет о недавнем прошедшем заседании коллеги медицинского образования, создании национального открытого университета. Это тоже как консорциум вузов, но этот консорциум никак не связан с обучением людей с инвалидностью. Мы решили объединяться и создавать консорциум по обучению студентов с инвалидностью. Тот консорциум, который создает сейчас министерство, это каждый вуз, входящий в этот консорциум, должен нести 50 миллионов рублей. Но там те идеи, которые закладывают, они очень созвучны с тем, что мы тоже закладываем. И четверг после обеда начинается на полтора дня консорционно-мыслительная игра по поводу проектирования системы инвестиционного образования. Министерство образования ждет наших предложений по развитию инвестиционного образования в России. Мы будем как раз думать, какие проблемы, какие пути решения. И результаты этой работы мы должны через неделю отдать Министерству образования. Вот такие нас ждут события большие. Воскресенье в следующем, в то же самое время, мы будем обсуждать с Моховой Светланой Владимировой проблему эмоционального выгорания социальных работников. Кто работает с инвалидностью, это очень большая проблема. Как сохранить собственное здоровье и так далее. Вот эти проблемы будут предметом обсуждения. Как я уже раньше говорил, что по понедельникам с 24 у нас будут базовые вебинары в рамках учебной программы повышения конфликации. А по воскресеньям мы это делаем дополнительно, потому что времени не так много. У нас 29 мая уже завершение должно быть. Это сроки определения инвестиционного образования. И в понедельникам не так много. Поэтому мы посвящаем воскресенье. В воскресенье мы привыклись. И такие посиделки организовывают по психическому здоровью, психологическому здоровью. Мы регулярно организовывали для студентов, по физептике, как учиться. Ну и многое другое. Мы решили сейчас в воскресенье посвятить нашей проблематике повышения конфликации. Вот несколько таких вотных слов. Сегодня вебинар записывается нашим студентам Дмитрием. Все записи мы выкладываем в электронном деканате. Дальше напоминаю, что вход в наш семинар лучше проходить через электронный деканат. Потому что электронный деканат фиксирует ваш вход и ваш выход. И это определяется тоже древней работой в рамках повышения конфликации. Для Министерства образования, повторяю, мы должны давать полностью статистику. Поэтому не случайно вчера мы завели сводную таблицу, чтобы смотреть, кто зарегистрировался, а кто нет. Записалось больше 270 человек. Но 75 пока вчера были без регистрации. То есть 75, то есть имеется в электронный деканат. И еще не все оформились по электронной регистрации на повышение конфликации. То есть есть некоторые трудности. Пока будем надеяться, что оперативно мы решим. Все, да и нет, которые там обозначены по вебинарам. Это наше предположение по нашей статистике. Если вдруг есть какие-то неточности, нас информируете, мы будем корректировать. Мы будем в любом случае следить за активностью. Будем всегда пощать тех, кто активно принимает участие. Участие в терапевтическом семинаре для слушателей ПК. Повышение квалификации будет засчитываться тоже как участие в повышении квалификации. Вот так. Такие вводные слова. Кроме того, чтобы не забыть, завтра в 7 вечера вы можете следить за занятием Пряжниковой Елены Юрьевны. Тоже в этой системе она ведет для абитуриентов цикл занятий введения в профессии личностно-профессиональное определение. Вот это встречи с абитуриентами. У меня уже были три встречи. В прошлый понедельник кто-то участвовал. В этот понедельник тоже будет и через неделю-понедельник. То есть пока до майских праздников идут эти встречи на полтора часа. Можете зайти, посмотреть. Мы будем обсуждать о программе работе с абитуриентами. Иметь в виду абитуриентами с инвалидностью, которые надо готовить. Это очень серьезная проблема. А сегодня с нами Татьяна Кот. Татьяна из Вашингтона. Я с ностальгией помню, когда мы встретились в Вашингтоне, и вы меня возили по ночному Вашингтону, и мы ходили пешком по кругу белого дома, надеялись, что встретимся с Обамой. Он был очень занят, и не встретились. Это был апрельский вечер, был теплый апрельский вечер, кажется. Это было очень приятно. Вот Татьяна много лет уже жива в Америке, больше 15 лет работает с инвалидом. И Татьяна всегда делится открыто своим опытом. С нашими студентами я так раз на встречал, выступал, и мы уже планировали с ними обсуждать проблему мотивации их к учебной деятельности. Много других аспектов. И анкета для этого была подготовлена. Но мы решили студентов пока оставить в покое, а большинство сосредоточиться на наших проблемах, педагогов, преподавателей, менеджеров и так далее. Дни для них и так слишком много отделов, путь они отдохнут. Вот, не всегда они ценят и понимают. Давайте мы сейчас сами поразбираемся. Татьяна готова поделиться собственными пониманиями. Вот, спасибо большое. Сегодня тема, которую мы в начале программы повышения квалификации обсуждаем, это инклюзивное образование в США. Это существенно другой подход, чем в России. Вот, и очень поучительный. Мне кажется, что мы с одной крайности, когда мы не уделяли никакого внимания и делали вид, что не существует людей с инвалидностью, которую бросили в другую крайность, когда самое главное, это люди с инвалидностью. И мы бегаем вокруг них, иногда мне хочется спросить, а кто защитит мои права? Человека, может быть, и не условно здорово. То есть мы настолько начинаем защищать права, что многие из них начинают занимать еждивенческую позицию. Вот, потребительские отношения, и от них не всегда дождется то, что это вот последствия нашей другой крайности. Ну, эти вопросы мы должны в будущем обсуждать. Сегодня Татьяна поделится, что такое инклюзивное образование в США. Спасибо за то, что пришли в нашу студию. Всегда нам помогаете. Всегда рядом с нами мы всегда ощущаем то, что вы рядом с нами, несмотря на то, что у нас разница по времени 8, кажется, часов. Вот, Татьяна, хорошо, слово вам. Презентацию, когда вы скажете, я загружу. Спасибо. Меня слышно? Да, слышно. Хорошо, можно там еще громко добавить, где-то у многих молоток, да, там где настройки, можно добавить. Так, сейчас меня лучше слышно? Немножко. А я почему-то вас не знаю. Так, давайте я перезагружусь. Обратите. Так слышно? Да, слышно слышно, да. Да, хорошо. Замечательно. Всегда здесь приятно очень находиться. Спасибо. Я иногда прихожу и подклянуваю за тем, что происходит. Просто сижу в гостях. Всегда очень интересно следить за тем, что происходит. Жизнь действительно бурлит у вас там, в Москве. Очень здорово. Дружить с вами действительно интересно. Действительно, с вами очень весело. Я попытаюсь, как можно четко так рассказать про систему инклюзии в Америке. Я не знаю, как лучше. Сначала я просто все расскажу, потом вопросы. Или можно рассказывать, задавать вопросы, как лучше будет народу. Сообщение, а потом можно уже вопросы, ответы и так далее. О, ну давайте попробуем. На основе презентации, как я надо, сделать сообщение, а потом уже обсуждать. Ну давайте, я тогда начну. Ага. А там посмотрим. Да, пожалуйста. Потому что на самом деле тема такая огромная. Рассказать хочется очень много. Я знаю, что времени не так много, но много сериала. Поделиться и с вами впечатлениями, знаниями. Всегда очень такое желанное, желаемый такой момент. Заранее должна извиниться, так как английский, профессиональный, я как бы его считаю своим первым языком. Непрофессиональный, это, конечно, первый язык русский. Но так мне порой не хватает немножко профессионального вокабуляра. Поэтому приходится несколько заикаться и подбирать правильные слова, так чтобы хорошо, доступно донести информацию. Я не знаю, у вас видна презентация? У меня нет. У нас было видно, да, было нормально. Давайте сейчас... А у меня нет. Давай. У нас видна была, хорошо. Давайте еще раз. Давай. Ну, пока загружается, хотел бы сказать, что, в принципе, инклюзия, как таковая, это как бы стиль жизни, наверное, здесь. Это такой полный менталитет. Вопрос инклюзии не распространяется только на людей с различными физическими какими-то проблемами. Когда здесь говорят об инклюзии, здесь имеют в виду, ну, буквально все, что отличается от меня, от вас. Да, какие-то различия, это и культура, это и раса, это и эмоциональные реакции на какие-то моменты, это и религиозные какие-то моменты, отношения к чему-то, это и вопросы миграции, это рост, возраст, наверное, все, что угодно, все, что может только прийти в голову, все это как бы подходит в такой момент, все это входит в момент обсуждения инклюзии. Я думаю, что у меня так она почему-то и висит. Давайте я попробую сама обновиться. Можно. У меня почему-то она так и не появляется. Вот у меня видно, и мне когда в участке напишите, если видно, презентация видно. Интересно, что-то какое-то... У меня только 7% написано, что загружено. Что-то непонятно иногда, как возникают проблемы, давайте еще раз загружу. Единственное, вы можете, в свое однокаменте случае, если у нас будет видно, загрузить у себя и говорить, как вы. Секунду. Сейчас, да, идет как бы загрузка, но иногда такие глюки возникают, бывают. Давайте еще раз сделаем. Можно. Вы для себя загрузите свою презентацию на конец и так хорошо, потому что... Да, так я все сделаю. Ну, вот у меня сейчас видно, а первый слайд... Это с другим... У меня так и не видно. Но если что, я просто тогда буду называть номер слайда, потому что я их пронимировала. Да, да, хорошо. И будем как-то так сильно сейчас. Так, почти открыла. Презентация, вы видите? Так. А вот так. У меня нет. Странно. Ну, давайте я сейчас обновлю. Да, иногда бывают такие. Секунду. Может быть. Татьяна будет готова, если в данном случае будут проблемы с презентацией, то тогда будем без презентации. Просто иногда это бывает. Так. Редко бывает, но бывают такие случаи, особенно, может быть, в воскресенье, когда много интернетчиков сидит. Я попробую загрузить. Хорошо. Ладно, я тогда начну. Я буду пробовать. Я расскажу. О, отлично. Здорово. Да. Великолепно. Да, все, замечательно. Опять конец. Так. Интересненько. Что-то происходит. Я начну свою, чтобы сказать, как организовано имплюзивное образование в школе. Я долго думала, всю неделю, каждый день думала, пока ехала, пока на работу еду, пока домой еду. Я всегда была с собой, вожу всегда такое записывающее устройство, чтобы потом можно было перечитать, переслушать или как-то, чтобы иметь мысли, чтобы не потерять свои мысли. И чем больше я думала, тем больше я, в общем-то, приходила к такому выводу, что больше, наверное, получится у меня рассказ посвящен именно как инклюзивное образование, организованное в школе. Потому что все начинается, конечно, все со школы. И к тому времени, когда учащиеся заканчивают школу и готовы идти, начинать свое образование в высшем учебном заведении или в колледже, у них уже есть база, какая-то подготовка учиться дальше. В России несколько другая ситуация, чтобы вам понятно было, почему я посвящу достаточно большое время освещению проблемы в школе, а потом посмотрим, как это происходит в колледжах и университетах. Татьяна, я предлагаю, если можно, я пошлю всем презентацию, хорошо, потому что загружаться мне видно, а оставаться пока не видно. Хорошо, давайте сейчас так и сделаем. Хорошо, сейчас я вам пошлю презентацию. Ну, давай сначала разберемся, как рассматривается инклюзия в Америке. Инклюзия направлена на то, чтобы помочь учащемуся с проблемами здоровья. Мы будем говорить только сегодня о проблемах здоровья, хотя читайте между строк, что это в принципе о любом человеке. Будь то эмигрант, будь то тот, кто изучает английский, будь тот, кто, я не знаю, с какими-то другими медицинскими проблемами, которые любой, кто, может быть, практикует отличную от вас какую-то другую религию и так далее. То есть помочь, в данном случае это помочь учащемуся с проблемами здоровья получить полноценный доступ к общей образовательной программе, обеспечить возможность социализации, максимально обеспечить доступ к обществу. Помочь учащемуся стать полноценным членом общества. И вообще, если говорить об инклюзии в Америке, то люди... Как бы можно поделить, если мы говорим о людях ОВЗ, на тех, у кого есть видимые ОВЗ и у кого есть невидимые ОВЗ. Об этом чуть-чуть попозже. А, видимо, это будут те, у которых наблюдаются физические сложности. И они здесь вполне принимаются в обществе. Все условия созданы, в общем, вопрос, в принципе, по инклюзии в обществе в среде. Об этом даже вопроса не стоит. К примеру, работая в школе начальной, у меня на каждом... Возле каждого класса видит такая табличка, куда можно вставлять имя учителя. И внизу на каждой табличке написано... В брейле написано номер офиса, допустим, или номер класса, так, чтобы можно было прочесть. Честно говоря, я не видела, чтобы можно было, чтобы кто-то пользовался. Но это существует. Это доступно. Это если кто-то придет и будет искать какой-то класс, какой-то определенный номер класса, он, в принципе, сможет найти. А другой такой вариант, другой такой пример для слабых... Для тоже людей с проблемой зрения, к примеру, в лицах будут тоже номера, и там будут брейли. Но о том, чтобы... И все здания имеют автоматические кнопки для того, чтобы двери открывали, фантусы и так далее. То есть проблем в физическом плане не существует. Вот, к примеру, пару лет назад, когда работала в другом здании, в другой школе, каждое утро я видела женщину, которая подъезжала к автобусной остановке на кресле с мотором. Подъезжал автобус, выходил водитель, всегда очень милый себя, с доброжелательным лицом. Он ей выдвигал какую-то там площадку, она заезжала на нее, все это поднималось, она заезжала в автобус, а там уже размещалась. То есть какие-то моменты, это норма жизни. Об этом как бы даже и не задумывается. Это как бы точно так же количество, допустим, ресторанов, что везде можно поесть, попить, доступность туалетов. Как бы общество существует несколько по-другому. Вообще инклюзия должна происходить на нескольких уровнях, или в серых человеческой жизни. Это эмоциональный, когнитивный и физический. Ну физический – это элементарный доступ от среды, то, что я сейчас уже сказала. На эмоциональном уровне – это ощущение комфорта нахождения с людьми, который физически отличается от большинства принятия. На когнитивном уровне – это принятие того, что каждый имеет право на жизнь, имеет право на обучение и обучаем. Вот это такой момент, о котором постоянно идет разговор среди учителей. То есть если учитель принимает ребенка с какими бы сложностями ребенок ни был, с видимыми или с невидимыми, вера в ребенка, что он может научиться в силу своих интересов и способностей, и что у каждого ребенка есть свои интересы и способности. Вот это такой очень важный момент. Вера – учитель, что каждый имеет право быть полноценным членом общества и наслаждаться благами общества, и носить вклад в развитие общества. То есть рассматривать человека такого как полноценного, несмотря на какие-то физические и эмоциональные проблемы. Инклюзия – это, в принципе, больше, чем толерантность. Вообще толерантность – это какое-то такое слово корягое. Инклюзия – это больше как принятие. А толерантность – это, на мой взгляд, что-то вроде проявления терпеливости по отношению непохожести. Вообще, когда здесь говорят об инклюзии, здесь не подразумевается только ОВЗ, как я уже сказала, в принципе, рассматривается каждый человек и не делится на какие-то категории. Цели инклюзии – это будет слайд 4. Цель инклюзии состоит в том, чтобы помочь всем учащимся достигнуть своего потенциала, по возможностям, естественно. Все учащиеся должны иметь доступ к общему образованию, интеграции каждого человека в общество. Когда говорят об инклюзии, что же дает инклюзия учащимся с ОВЗ? Это чувство принадлежности. Здесь, в школах и вообще, в принципе, на работе или где-то – неважно. Огромное внимание уделяется тому, чтобы человек чувствовал, что он принадлежит к той или иной рабочей группе или чувствовал себя членом какого-то общества и так далее, сообщества или той рабочей группы, где он находится. И это чувство воспитывается и развивается, ну, начиная буквально с первых дней, когда ребенок приходит в школу. Также очень важно, что дети получают позитивный опыт социализации и развития дружеских отношений. Возможность содействовать развитию и обучению, что повлияет на достижение полного потенциала каждому учащемуся. Здесь важно говорить о детях-эмигрантов, чей английский язык… Они учатся в течение, на протяжении трех лет, допустим, учатся так, чтобы научиться разговаривать. Школа же берет на себя ответственность и помочь детям интегрироваться и развить свой академический язык. Очень раньше, ну, еще лет 10-15, наверное, назад, предполагалось, что иммигранты, допустим, тоже как бы очень часто подали… дети иммигрантов подали в категорию ОВЗ детей и получали образование посредством тех профессионалов, которые предлагают услуги детям с ОВЗ. Это, конечно, неправильный подход, хотя, в принципе, дети бывают разные, и проблемы с ОВЗ, нередимые тоже, и видимые тоже, естественно, есть. Есть… рассматривать инклюзию… Есть народ, кто… Есть как бы два… Когда говорят об инклюзии, об инклюзии, чтобы включать всех детей в общий класс, здесь есть и за, и против свои. За это, конечно же, социализация, умение работать в группах, принятие импохожеств, а против выводят такой момент, что не каждый может функционировать полноценно, вот в большом обществе, так называемом, в общем классе, из-за того, что происходит с человеком. Елена Ивановна, у вас может быть микрофон? У нас есть микрофон. Выключайте микрофон. А то я слушаю. А то я слушаю. Да. Да. Все, отлично, спасибо. Я думаю, отключите микрофон. Вот. То есть против, может быть, что не каждый ребенок, и я приведу примеры, может полностью функционировать в большом обществе, из-за того, что происходит, из-за того, какие именно сложности испытывает ребенок, или с каким диагнозом, скажем так, он к нам приходит в школу. Учитывайте такие моменты, как безопасен ли он для себя и для общества, насколько нахождение в большом обществе способствует удовлетворению. Человек с повышенными эмоциональными нуждами. Интеллект, возможно, сохранен, но в результате, допустим, травмы или неблагоприятного общения в раннем детстве, или, может быть, его, может быть, в результате насилия, эмоциональная сторона, эмоциональный ребенок, естественно, получил травму, и может не иметь возможности функционировать в общем классе, потому что в силу того, что произошло с ребенком, как развивается его мозг на данный момент, как развиты его регуляторные функции, потому что они могут быть несозрелыми, недозрелыми или вообще-то разрушенными, поэтому ребенку нужна будет помощь на более таком, более специфично с несколькими профессионалами, которые его будут сопровождать и так далее. Я приведу позже более конкретные примеры. Если мы рассматриваем методы, идет слайд пятый, что способствует развитию инклюзивной практики в школах? Ну, предполагается, что это гибкость учителей и руководителей, а способность работать в команде, гибкость в том плане, что, опять же, постоянная... Очень часто я, например, сталкиваюсь с теми учителями, что, ну вот, у ребенка СДВГ, родители ничего не хотят делать, ему надо дать таблетку, что у ребенка, тогда я смогу его учить. Мы не можем изменить, что происходит с ребенком в доме, мы не можем изменить отношение родителей к, собственно говоря, коментозному подходу решения этого вопроса. Надо смотреть на то, какой потенциал ребенка. Мы должны быть настолько гибкими и чуткими, чтобы увидеть этот потенциал в ребенке и развивать его. мы должны смотреть на то, что мы можем контролировать в работе с таким ребенком. Гибкость руководителей в том, что создавать максимально условия тоже для родителей, для самих же учителей, в принципе, это может быть и какая-то подготовка профессиональная, дополнительные какие-то тренинги и так далее, чтобы руководитель всегда мог выслушать, подсказать что-то. То есть это как бы все и обуславливает тоже способность работать в команде. Предполагается готовность учителя к решению проблем, потому что ситуации бывают разные, вообще образование здесь направлено, центрировано на каждого ребенка, а не так, чтобы в группу посадил, всех засунул в одну коробку, и все должны функционировать одинаково. Не секрет, что в принципе встречается определенное количество учителей, особенно более того, в старой закалке, в которой передо мной сидит ребенок, он должен сидеть, он должен отвечать, он должен, я в него буду вписывать эти знания и умения, я не буду разбираться, как работает его мозг, какие у него нужды, вот мои нужды таковы, что у меня вот есть учебный план, я должен сунуть эту программу в него, и так и будет, несмотря на то, что, и неважно, как я, никакую гибкость проявлять я не буду, а буду делать только то, что вот у меня цель, и я буду к ней идти, как бы, грубо говоря, по трупам. Очень важно у учителей такое качество, как умение планировать. Планировать, где-то что-то не получилось, где-то ребенок дал всем контрольный, там, может быть, из 20 человек, 5 не прошли, не усвоили материал, значит, не надо как-то суметь планировать свою работу, в том плане, чтобы доучить этих детей, помочь им освоить тот материал в нужном объеме. Осознание языка и речи, отношения к ученику, или когда мы, допустим, говорим об учениках, когда встречаемся, в том, как у него все настроения, как он вообще в ведении, учитель может сказать, ой, вообще он ужасный, конечно, мне на ней уже действует, я уже не могу, естественно, все это надо контролировать, как мы представим себе, как мы будем разговаривать о ребенке, чтобы вот этот негативизм не распространялся. Продолжение следует... На это очень огромное рассматривание, образы ведут, иногда что-то, опять же, результат, допустим, травмы и так далее, может быть, это регуляторные функции и так далее. И возможность учителя, невозможность, а готовность учителя играть ключевую роль в учебном процессе, поддерживать фокус на инклюзии, то есть развитию, поддержку такой вот культуры, именно как в школе, так и, в принципе, в обществе. Потому что то, что дети слышат от нас, они и дома, они все впитывают, но в надежде, что мы поможем родителям как бы включиться в этот процесс роста инклюзивное образование, в инклюзивную культуру. Так, что у нас там дальше? Дальше мы посмотрим, что способствует развитию... А, ну, продолжение. Вся практика выстраивается на признании различий и понимания индивидуальных нужд каждого учащегося, как я уже несколько раз сказала, потому что это как бы такая... Такой ключевой такой момент. А учителя получают постоянно профессиональную поддержку, профессиональное развитие. На понимание инклюзивной среды и на внедрение справедливости как бы в обществе. Хотя детям, своим ученикам всегда говорят, что в принципе справедливости в жизни нет. Ну, как бы надо настраивать их на положительный такой момент. И это помогает детям видеть и в себе хорошее, и в людях хорошее. Потому что если дети озлоблены, и взрослые озлоблены, в общем-то результата никакого положительного не будет. Важно для учителей, учителям помочь видеть, понимать возможные барьеры, которые стоят на пути к обучению и сложности педагогики при работе с детьми, которые испытывают сложность. Обязательно работа со стереотипами учителей. То есть, естественно, все мы видим мир через свою собственную линзу, через свой собственный опыт, через свой собственный, как негативный, так и положительный опыт, через свой опыт общения или, может быть, обид и так далее. И мы все это, естественно, проектируем. И с этим надо активно работать, устраивать и рефлективные какие-то секции, и подкреплять тренингами, и подкреплять поддержкой со стороны учителей и работников, директоров, да, учащих и так далее. Учителя обучаются гибкости в работе с разнообразными проблемами, которые возникают в работе с учащимися. Здесь надо отметить и социально-экономические статус учащихся. То есть, к примеру, я работаю в школе, где в одной квартире, допустим, из двух комнат там может жить несколько семей. В одной комнате, допустим, семья, мама, допустим, живет с ребенком, и спит на кровати, она может, вот еще там три угла в этой комнате, каждый угол она может сдать кому-то, что кто-то там еще будет жить. То есть, таким образом, выживает, чтобы оплатить жилье себе, ребенку обеспечить, какое-то питание, там, я не знаю, крышу над головой, одежда и так далее. То есть, условия, в которых уже вот дети достаточно жуткие. Или, с другой стороны, в нашей же, в моей же школе работают, учатся дети, у которых мультимиллионные дома. То есть, яхты, самолеты и так далее. и вот вы можете себе представить, что, какие конфликты могут возникать, да, и какое отношение может быть и у учителей, и у детей, когда дети, те, которые, ну, грубо скажем, бедные, не имеют ничего, которые приходят и рады, что они в школе, потому что там чисто и светло, их накормят, и учителя к ним очень добродушно относятся, и домой, естественно, возвращаться не хочется. И, с другой стороны, родители, те, у которых, у которых есть все, родители требуют чего-то невозможного, буквально там, сдувать, сдувать пыли. С ребенка, то есть, разрыв нужд каждого и всех, такой большой, и родить, учителям надо дать умения и навыки, как же тоже, в принципе, работать в такой ситуации и помогать всем, и давать образование. Важно сказать, ну вот создавать положительную атмосферу, опять же, и помогать детям работать, разбирать конфликты, и, опять же, создавать положительную атмосферу. такое отношение, в принципе, вот решение конфликтов и принятия, как я уже сказала, это распространяется везде, независимо это школа, независимо это место работы, независимо это высшеучебные заведения, среднеучебные заведения, и так далее. То есть, это как бы вот культура, менталитет такой, в принципе, в стране. Если говорить о возрасте, то дети, я еще не говорила о невидимых ОВЗ, дети могут посещать общеобразовательную школу до 22 лет. То есть, имея какие-то сложности в образовании, им предлагается с помощью, через создание специально-индивидуального плана, посещать школу до 22 лет. Этот план расписывает на год какие-то цели, и смотрит, насколько ребенок, насколько учащийся, готов к самостоятельной жизни или вообще к существованию полного функционирования в обществе. И на протяжении всей карьеры, так скажем, учебной, когда ребенку требуется вот этот индивидуальный план, он сопровождается многочисленными специалистами. Это могут быть и логопеды, и физиотерапевты. Это может быть и психолог или вот консультант. Это и какие-то это различные спецпедагоги, дефектологов костаковых нет, они называются спецпедагоги, которые работают в тандеме с основным учителем. И с окончанием вообще образовательной школы и с продолжением учебы в колледжах, в университетах ситуация несколько меняется. Даже если есть диагноз, такого плана, как такового, вот, хорошо прописанного, в университетах, в колледжах не будет. Потому что, как бы, предполагается, что, пройдя много лет учебы в школе, если сохранен интеллект, за эти годы ребенок, учащийся, сможет овладеть умениями и навыками, достаточными для прохождения дальнейшей учебы. Но, несмотря на это, помощь все-таки оказывается. Я расскажу чуть-чуть позже. Так, вот давайте, прежде чем продолжить разговор о том, что именно происходит, если как расписывается, как осуществляется непосредственно помощь, посмотрим на категории, слайд восьмой, диагностические категории. Их вообще 13, я, наверное, что-то это пропустила. Это такой стандартный список диагнозов в общем образовании, в образовании, это какие-то, естественно, медицинские. Большинство из них, допустим, аутизм, проблемы со зрением, со слухом, содержка развития, но они будут называться естественно несколько по-другому, но ребенку необязательно иметь медицинский диагноз, чтобы быть квалифицированным и получить статус УВЗ. Поэтому они называются видимые и невидимые такие категории, но умственная отсталость это больше, наверное, больше, наверное, будет как видимое, в принципе, невидимые тоже можно отнимать по слуху, естественно, это будет видимая категория. Комбинация нарушения это когда у ребенка может быть и ДЦП, допустим, и задержка развития, и эмоциональные нарушения. Если мы говорим об СГВД, которое подходит в последнюю категорию, а там просто цифры нет, другие нарушения здоровья, вот вы видите, самый последний пункт, они называются Other Health Impairment. Диагноз СГВД достаточно распространенный, вообще считается где-то до 8% всего населения по-настоящему обладает, может быть диагностированным и иметь этот медицинский диагноз, и параллельно с СГВД могут быть, то есть в принципе это такой не совсем видимый, не ярко выраженный такой статус, только если зная и общаясь с ребенком и зная его истории, поведения, отношения к учебе и так далее, можно как-то что-то предположить. Параллельно могут быть и какие-то аутистические тенденции, могут быть, может быть и депрессии, может быть параллельно с СГВД, то есть все эти моменты, они будут рассмотрены, они будут диагностированы и прописаны, цели будут прописаны под нужды каждого ребенка. Почему я остановилась специально на видимых и невидимых ОВЗ, как мне кажется, насколько я, может быть, я не права, в России об этом как бы не говорят, в России больше говорят о видимых ОВЗ, а о невидимых о них забывают, либо еще, может быть, только начинают подходить и обсуждать, но это очень такой важный момент, чтобы действительно посмотреть на ребенка в целом и в общем и определить нужные, определить сильные стороны, определить какие-то слабости, определить возможности, чтобы помочь ребенку полноценно развиваться. В связи с этим будут, есть несколько форм обучения, после того, как ребенка, ребенок получил, допустим, статус ОВЗ, либо по медицинским показаниям, либо по образовательным, существует несколько форм обучения. Первое, это традиционное, есть такой, может ребенок получить либо учиться по индивидуальному плану, либо получить так называемый, может быть, написано план 504. Что это такое? План 504, дети ребенок может получить, когда он, допустим, имеет медицинский диагноз, но не обязательно, но академически ребенок как бы успевает, то есть осваивает программу, но такой план может быть написан для того, чтобы это как превентивная мера будет. Сам процесс определения статуса здоровья определяется на протяжении 65 дней, ребенок тестируется и так далее. План 504 и дети с ОВЗ, они идут, они защищены те люди, учащиеся или потом взрослые специальным законом, то есть если у ребенка даже есть СДВГ, в дальнейшем он может предполагать, что ему и в университете будет оказана определенная помощь. Сейчас я объясню как это происходит. Для создания плана, как я сказала, не всегда потребуется медицинский диагноз, достаточно лишь предположения. План 504 будет предположен в том случае, если учащийся имеет предположенный медицинский диагноз или какую-то проблему со здоровьем. План 504 описывает различные аккомодации среды. К примеру, если человек, ребенок СДВГ, в плане я могу, это буду я, кто будет написать этот план, ребенок, во-первых, будет обучаться в общем классе, а в плане будет, этот план должна каждый учитель, который работает с этим ребенком, должен четко соблюдать его. Одним из таких примеров может быть предпочтительное место, где студент будет сидеть, это может быть ближе к доске, ближе к окну, это может быть отдельный какой-то даже стол, допустим, ребенок работает с общей группой, потому что в классах дети не сидят, вот как у нас за определенными картами, не сидят за маленькими столиками, которые можно передвигать по всему классу, можно их собирать в группы трех человек, четырех человек, и они могут передвигаться в таком, если допустим СДВГ, ребенок получает какое-то задание, очень часто они работают в группах, он явно очень эмоциональный или не может выполнять свою работу, если допустим работает, он там начинает прыгать, ходить, чего-то еще, а ему предлагается место пойти отдельно, закончить свою работу и прийти к общей группе, вернуться на свое место. Другим примером может быть частая положительная вербальная поддержка учителем, то есть это все протискивается в плане, это может звучать так, я вижу, как ты стараешься, ты решил уже три задачи, тебе еще две, еще две задачи тебе осталось, я вижу, что ты с этим справляешься, то есть как бы такая вот аффирмация, что да, я вижу, что ты работаешь, это как бы таким якорем является для ребенка. Такие вербальные поддержки должны быть конкретными, безоценочными и лишь должны описывать действия студента. Далее это может быть прописано в этом плане для ребенка с СДВГ или для студентов в принципе неважно какого возраста, увеличение времени для прохождения контрольных тестов, тестирование, то есть если допустим дается час, ему может быть дан целый день и его могут тестировать на протяжении там допустим 15 минут потестировал, 5 минут переменка, 30 минут потестировал, там 10 минут перемена и так далее. Может быть тестирование в малых группах, допустим с 3-4 человеками, уходить в другой класс, и там могут быть даже те же контрольные допустим проходить, то есть уменьшить количество дистракций и так далее. Это как бы план 504 определенно является одним из способов инклюзии. это вот традиционные формы, то есть план и учебный план для ребенка с ОВЗ, у которого проблема еще с обучением, будет отличаться от плана 504, как я сказала, 504 это больше как среда, а план учебный будет прописываться для ребенка с ОВЗ, конкретные цели, что к такому-то времени ребенок там будет допустим отвечать на уроки из 5 раз когда его позовут, пригласят ответить, 3 раза допустим он сможет дать какой-то правильный ответ и так далее. Процесс на самом деле достаточно длительный и очень сложный, там очень много определенных каких-то ступеней. новые направления это реакция на предупредительные меры. А, традиционные формы, это десятый слайд, я извиняюсь, когда ребенок получает учебный план, прописывается среда, где он будет обучаться в общем классе, это модель совместного обучения в малых группах или в отдельном классе. Как я до этого сказала, допустим, ребенок, который может быть эмоционально перегружен, он, естественно, не сможет находиться в общем классе, тогда он может находиться, обучаться в малых группах, периодически приходить в общий класс, потом ему будет предоставлено какое-то место, где он сможет на такие комнаты, они обшиты таким материалом, ну, как бы, чтобы поглощать звук, звукопоглощающим, где, допустим, если ребенок достигает какого-то такого эмоционального состояния, где определенно его надо убрать из коридора, в классе он находиться не может, его могут перевести туда, чтобы он успокоился, потом с ним поговорят, это одна из форм помощи работы с саморегуляцией. При этом не обязательно, что ребенок будет умственно отстал, это вполне возможно, ребенок с сохраненным интеллектом, но это пример, опять же, невидимых так называемых ОВД. А в малых дети в отдельном классе, допустим, у нас есть в школе класс, где учатся первоклассники второклассники, они вместе, их там 4 человека, они по медицинским показаниям находятся в этой малой группе, потому что у одного ребенка множественные какие-то медицинские он ходит с поддержкой, у него рак, он постоянно безалагочится, какие-то операции проходят, то есть находиться естественно и эмоционально и физически небезопасно, чтобы его не повредить. Естественно, ему будет предоставлен такой отдельный класс с учителем, с помощниками, где он сможет проходить общеобразовательную программу. Но, к примеру, каждое утро дети из этого класса, они приходят, они прикреплены к какому-то, допустим, первоклассу, он будет приходить в класс там с Марьей Ивановны, каждое утро у них такая классная, не классная сейчас, а классная встреча такие, где дети все-то очень организованы, где дети здороваются, они какие-то играют и какие-то игры, которые помогают скрепляться, устраиваться детскому коллективу на сплочение и так далее, то есть они являются, вот эти детки из этого отдельного класса, они будут включены в эти игры и принимать активное участие и таким образом чувствовать себя частью того учебного пространства. А потом возвращаются свои классы и продолжают, допустим, урок рисования они вместе могут проходить, они могут, допустим, присоединяться к общему классу, когда, во время урока музыки и так далее. Они посещают, этих нет никаких ограничений, посещения каких-то послешкольных мероприятий, каких-то кружков и так далее. Я покажу на 11, ой, нет, не на 11, на 12 слайде, перепрыгнуть через один. Модель совместного обучения, вот вы видите фотографии, вот у них такие, один учитель, каучичин, как называется, совместного обучения, то есть один преподаватель, два учителя будет в классе, один будет работать с одной группой студентов, другой учащихся, другой будет работать с другой группой учащихся, может быть, с двумя, или с одним ребенком, в то время, как другие дети будут выполнять еще какие-то задания. То есть вы видите такие небольшие модельки, овалами обозначен учитель, а там дальше студенты и парты. Вообще, там процесс обучения, конечно же, построен несколько по-другому из школ, что позволяет разбиться на такие группы и уже работать в индивидуальных таких, в малых группах таких. Все это происходит на территории класса, то есть кто уходит в одну часть класса, кто уходит в другую часть класса, и они так вот организованно работают. А на 11 слайде, если вы вернетесь, это новая форма обучения, новое направление, достаточно лет 7-10, может быть, пытаясь такое медленное внедрение в общую систему образования, если рассмотреть популяцию учащихся, то можно как бы условно разбить на три уровня. Уровень зеленый, уровень желтый и уровень красный. зеленой предполагается зона, это большинство учащихся, как бы в нее входит, учащихся, которые, опять же, здесь идет, не идет разграничение на физические какие-то различия или эмоциональные, здесь идет разграничение, насколько ребенок обладевает учебной программой. Так называемый большинство учащихся, их показатели как результат качества учебного обучения. Желтая зона, в нее попадают дети со средними сложностями образования, и, как правило, все эти дети не имеют еще официального диагноза. После отбора детей в желтую зону, а отбор происходит по результатам прохождения стандаризированных контрольных, их группируют по уровню знаний и умений. Но это не тесты какие-то психологические и так далее, то есть обыкновенные тесты на таблицу умножения, в третьем классе в каком. Кто-то сдал 7 таблиц умножения и семерки, а кто-то не сдал, и вот смотрят из 20 человек может быть трое попадают в эту желтую зону, в зону риска, с ними потом будет проводиться работа на протяжении нескольких им потребуется для того, чтобы они смогли овладеть этим материалом. Как правило это будет небольшое количество детей, обучающих вы видите в процентном плане, 80% всего класса или всей обучающей группы будет попадать в эту зеленую зону. От 15 до 10 процентов детей будет попадать в желтую, ну и в красную зону, там же что осталось, 5-3 процента детей. Также рассматривается академическое обучение, результаты качественного обучения и поведение можно также рассматривать и также корректировать. Определяется когда дети распределяются по таким зонам, они еще и распределяются, то есть те попадают, которые в желтую, допустим, в красную зону, определяются, выделяются их нужды конкретные и уже там они в этой желтой зоне они могут быть еще раскрупированы по каким-то темам с моментом, кому что надо. Как бы может быть стать такой вопрос, где же столько взять людей, чтобы их всех обучать. Это вписано все в, опять же, умение учителя планировать свой учебный день очень важно вписывается в учебный план в расписание по 30 минут допустим, каждый день в какой-то определенной зоне. Основная масса, допустим, зеленые, дети в зеленой зоне будут заниматься, может быть, работать над своими проектами там какими-то, кто-то будет, может быть, читать книгу, кто-то, может быть, будет выполнять какие-то задания от учителя, который работает с талантливыми, с одаренными детьми, то есть, такое более глубокое развитие какого-то материала, а другой учитель, может быть, прийти, а может быть, этот же учитель, который работает просто один в классе с этим ребенком, если это не коу-тичинг модель, будет заниматься вот с этой группой, допустим, в понедельник 30 минут он будет заниматься с этой группой, во вторник он может будет заниматься другой группой, в которой нужно дополнительное такое занятие и так далее. Вообще-то проще, конечно, видеть. На самом деле, когда я пришла в американскую школу, мне потребовалось огромное количество лет, чтобы понять, как же вся эта система работает, потому что это не так легко. Если, допустим, проблема с чтением у ребенка, но у ребенка еще никак не определили, какие у него конкретные сложности. По результатам, допустим, там, чтения смотрят, ага, может быть, это скорочная революция, а у меня буквуляра, они выбирают, делают выборку этих детей, кому нужна какая-то определенная помощь. Им будет дана либо какая-то программа, это либо учитель, опять же, классный, либо кто-то дополнительный, то есть, приходите заниматься по какой-то определенной программе, направленной на работу вот этого определенного какого-то умения или компетенции, как сейчас говорят в России, чтобы помочь ребенку двигаться дальше. Будет прогресс, будет мониторинг проходить в течение 6-8 недель и смотреть, есть ли прогресс у ребенка или нет. То есть, они смотрят как хорошо, какая следующая может быть цель, если нет, цель могут поменять, потому что, может быть, просто диагностировали, так скажем, неправильно нужды ребенка. Это как бы такие предупредительные меры. Что касается красной зоны, там это уже индивидуально и как правило, как вы видите, 5% всего класса, это может быть один ребенок будет, с ним уже будут заниматься более интенсивно и если после 6-8 недель в принципе прогресс минимальный или вообще не наблюдается, скорее всего, этого ребенка направят на проверку, на тестирование и смотреть, может быть, у ребенка сложности в обучении ему дадут в какую-то категорию ОВЗ. Но вот такая многоуровневая система настроена на то, чтобы она больше как превентивная мера, чтобы помочь настроена, направлена на каждого ребенка, чтобы не увеличивать количество детей со статусом ОВЗ, а помогать этим детям предотвратить эти сложности в обучении и начать давать им умения и навыки и в общении, и в учении, и как учиться как можно раньше, как можно быстрее. Если ну вот как-то так проходит все это в школе, в 16 лет ребенок, то есть это уже будет старшеклассник, предполагается, если у него есть план общий образовательный на него, будет работа будет направлена на то, чтобы подготовить его к переходу из школы далее во взрослую жизнь, и будет выстраиваться план с его участием, с участием родителей, это куда хочется идти учиться, возможности его, естественно, работы и так далее. Все это будет уже прописываться в планах. И вот мы перешли как же обстоит обучение в средних и высших учебных заведениях. Как правило, если у ребенка есть какие-то сложности в обучении, они будут чаще всего определены в начальной школе, то есть ему получается лет 8-10 есть для того, чтобы владеть другими именами и навыками, как учиться, как организовывать себя, как выстраивать свой учебный план, как общаться с другими, как адвокатировать за себя и так далее. Поэтому когда по окончании школы работа вот этого учебного плана индивидуального, он называется IEP, Individual Educational Plan, работа его как бы заканчивается, но на этом не заканчивается получение помощи. Если учащийся, когда он поступает в колледж или в университет, считает, что ему нужна какая-то поддержка от университета или того учебного заведения, куда он собирается идти, ему нужно будет поговорить, там есть специальный офис для ОВЗ или предполагаемых студентов, у которых есть какие-то проблемы, ему могут предложить пройти какое-то тестирование, опять же, даже если он до этого был диагноз необучаемости, какой-то определенный, опять же, допустим, дискалькулия или дислексия и так далее, университет потребует прохождения тестирования на подтверждение этого диагноза, или медицинский обучительный диагноз, хотя дислексия здесь считается медицинским диагнозом, то есть на подтверждение, но это не просто доктор должен дать, а вот должен пройти целую батарею каких-то тестов, чтобы подтвердить наличие проблем определенных. Тогда университет, зная эту информацию, университет может предложить что-то вроде плана 504, но он так не называется. Если в школе было наличие специалистов, которые работают с ребенком, там прописано количество часов, сколько с ним будут работать, то в университетах, в колледжах больше сам студент во-первых должен будет подойти к каждому преподавателю и дать и уведомить преподавателю, что у него какая-то сложность в обучении, что у него ему требуется вот такие-то, такие-то какая-то помощь со средой, то есть если это допустим у нас в одном из классов у нас был паренек, у него проблемы со слухом, у него имплант, но он был рожден с нормальным слухом и постепенно он еще в раннем детстве потерял практический слух, он может читать по губам и когда у него имплант включен, он слышит что-то, разговаривает, потому что потерял свой слух до того, как после того, как научился разговаривать и у него сестра тоже с такой же проблемой, но это была магистрская программа, где он уже обучался, с ним каждый раз на занятия приходила человек с такой вот машиной, которая записывала лекцию и потом отправляла весь этот текст ему на имейл и так далее был доступ к этой лекции слово сказал преподаватель вот это пример того, как это происходит допустим в университете идея в университетах и в средних учебных образованиях это предоставить среду позволяющую студентам получить доступ к материалам есть специальные университеты которые специализируются допустим и они приглашают они зазывают в общем-то студентов допустим учащихся в СДВГ и с какими-то эмоциональными проблемами классы допустим там будут не 100 150 человек а у них классы будут маленькие может быть 15-20 человек то есть организация всей среды уже как-то направлена на то чтобы помочь создать условия и помочь учащимся студентам получать коллективный опыт а если если это плохо слышащие я рассказала что происходит если плохо видящий университет предоставит различные программы различные какие-то технические технические обеспечения учащимся студентам но студенты должны сами ходить говорить что им надо что им в чем они нуждаются вот эти адвокатские самоадвокатские такие умения навыки гниптенцы должны вырабатываться в процессе учебы еще в школе а это то есть каждый студент это входит в его обязанности чтобы сказать учителю преподавать в университете что ему нужно какая помощь существуют еще такие офисы в университетах куда допустим если у меня какие сложности в обучении я могу прийти и сказать ну вот у меня что-то не получается там будут себе тютеры чаще всего ребята из старших курсов или же магистранты докторанты которые подрабатывают там для студента это будет бесплатная такая помощь те которые там тютерами работают они естественно получают какую-то сумму их труд оплачивается можно я предложить хорошо давай Александр Юченко спрашивал насколько же нахиталномочия школы органов местного соуправления в отношении контроля за отношениями к семье вы касались этого вопроса к семье к ребенку это другая ситуация чем в России могут увидев что за ребенком после там какого-то времени никто не ухаживает или никого нет рядом с ребенком ребенок один могут приехать забрать ребенка и так далее то есть это совершенно другие традиции ну насколько широкие полномочия школы по отношению к родительским отношениям детской родительской мы принимать таких решений не можем но мы можем сообщить допустим социальные службы и вообще идея социальных служб их целью социальных служб не является чтобы забрать ребенка из семьи а чтобы предоставить помощь семье выздороветь так скажем опять же развить свои компетенции как родители и они могут получить помощь допустим консультативную какую-то допустим в семью будет приходить на протяжении 6-9 месяцев консультант каждую неделю до 10 часов в неделю может приходить и работать и с ребенком и с родителями то есть системой иногда в таких случаях к семье прикрепляется два а два консультанта они работают чаще всего социальные работники ну или консультанты в принципе роль одна и та же мы если мы говорим не знаю сколько я отвечу на ваш вопрос весь этот процесс допустим у диагностирования и так далее ни один шаг не делается без согласия родителей если если мы говорим о детях с ОВЗ естественно к ним наиболее даже пристальное внимание в плане того что с ним происходит мы как школа только можем предполагать что что-то происходит мы не мы не являемся мы не являемся детективами мы просто сообщаем а потом остальные службы приходят и работают с нами работают со школой и так далее не знаю я ответ вам вопрос Нина Николаевна Загудина из Кемерово вот из Кемерово расстояния какое по времени одна из самых активных наших участниц в прошлом как задает вопрос по поводу трудоустройства после окончания университета занимается ли кто-нибудь проблемой трудоустройства людей университетей инвалидностью есть второй вопрос Нина Николаевна по поводу профориентации таких детей профориентации начнем с профориентации в принципе предполагается что профориентация начинается с детского сада это как бы нулевушки такие то есть называется kindergarten нулевушек до 12 класса начинается от того что что ты любишь что ты начинается с того что как бы узнавание о себе сначала что ты знаешь что ты умеешь в чем ты заинтересован и так далее нет такого что по окончании школы прям все знают точно куда идти чем заниматься пример того что у меня сейчас заканчивается университет проучился 4 года и понял что в принципе он получает две специальности одновременно по одной одна специальность ему ни цента не положат в карман а другая ему в принципе не интересно и он без ОВЗ как такового здесь ничего а что касается с ОВЗ опять же все зависит от степени в старших классах это более такое намеченный момент есть в школах академии так называемые где предлагается овладение какими-то умениями навыками ну как сказать берут некоторые какие-то профессии и они устраивают так называемые field experience то есть когда они выводят детей ну вот этих студентов учащихся раз в неделю по-моему раньше такое в России было они там работают какое-то определенное время получают узнают профессию с нуля изнутри дают им такой опыт то есть не теоретически а больше такой практический школы школы предлагают огромное количество тоже каких-то классов некоторые по окончании школы уже могут допустим иметь сертификат трикмахера могут иметь сертификат косметолога повара могут работать дальше в офисах ветеринарских они выгуливают мыть животных и так далее а дальше если они захотят они могут продолжить учебу и так далее а как таковая здесь служба по нахождению по трудоустройству да но это больше подходит больше такая служба предложена тем у кого все таки интеллектуальными более заниженными интеллектуальными способностями к примеру им могут то есть общество так построено что допустим в магазинах будет один или два места рабочих для детей ну не детей уже для людей допустим может быть вот с аутизмом там же огромный спектр да или может быть он умственно отсталый но в принципе функционирует вот когда вы кладете пока платите и там кассир откладывает эти продукты да вот в конце этого стола будет стоять человек и складывать ваши вещи допустим в мешки и так вы заплатите за свои продукты заберете в мешки и уходите или может быть он может помочь вам донести допустим до машины вот такое какое-то какое-то место работы может быть они будут помогать раскладывать продукты на полке и так далее то есть общество в принципе предлагает такие возможности но людям с интеллектуальной проблемой проблемы это что посмотрим еще какие вопросы Продолжение следует... 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 И она, врач ей назначил носить корсет, иногда дети, занятия будут проходить, допустим, в классе будет территория, покрытая промз. То есть туда идут, потом группа пойдет, сядет за стол за свой, потом группа там пойдет еще в какую-то часть класса, они постоянно передвигаются. Если ребенку, допустим, с этим корсетом очень сложно сидеть на полу, требовать от нее сидения на полу никто не может. Если, допустим, ребенок из-за того, что адаптируется к ношению этого корсета, в процессе исправления физической нагрузки и так далее, которые будут ребенку очень сложно переноситься. Я могу писать, что ребенок может дополнить, допустим, с медсестрей полежать там на площадке и так далее. Потому что это не какие-то стратегии, как учиться, а это больше, как физически помочь ребенку находиться в данном процессе. Да, здесь подписывается, я не знаю, сколько на одного человека. В зависимости от того, сколько и с какими заболеваниями, с какими диагнозами детей с ОВЗ в школе, столько школа получит, какое-то количество определенных единиц специального педагога получит школа. Но там же будут категории, допустим, отдельный учитель может быть аутизм, вот на целых три класса с аутизмом. То есть там три учителя и сколько-то единиц помощников. Учитель, так называемый learning disability, те, которые с необучаемостью, их там я не знаю, насколько, огромное количество. То есть с каждым, не классом, а с каждым четвертым классом, со всей этой группой, сколько их там, 5, 10, 15 может быть человек, с ним будет работать еще какой-то учитель. В третьем классе будет к ним прикреплен еще другой спецучитель. Он будет уже координировать учителя с каждым, там, А, Б, В, Г, Д, и так далее, будет координировать, спецучитель будет координировать образование всех деток в классах. А может, да, терминов много. Вот у меня терминов, например, на русском-то, в общем, практически отсутствует. Я как бы пытаюсь себя образовать в этом плане, но как бы еще у меня такой большой пробел. Может ли ребенок в СЛВЗ обучаться без педагога, как в таком случае обеспечивается поддержание темпа своей необразовательной программы наравне с активно развивающимся, нормально развивающимся? Здесь пытаюсь, во-первых, уйти как бы от такого слова нормально развивающимся, потому что, как я сначала сказала, предполагается, что каждый учитель верит, что так или иначе ребенок будет учиться чему-то, как-то не хочется сказать, чему-то в силу своих способностей продвигаться вперед. Потому что для каждого ребенка будет своя, как бы, норма. Это первое. Поддержка темпа освоения. Ну вот с помощью мониторинга он просто будет отслеживаться, допустим, каждое... Вот это все будет зависеть от того, как прописываются цели. Ну, скажем... Ну, такой вот пример. Сейчас я работаю с девочкой, которая из ДВГ, в втором классе. У нее академических целей нет. У нее есть исключительно цели эмоционально-психологического плана. Чтобы она, одна из целей, сейчас я точно сформулировать не могу, так, чтобы она, допустим, просила помощь, если когда ей нужна, чтобы она могла коммуникатировать свои нужды. Правильно. Не так, чтобы подходить там кричать или спрятаться или как-то еще чего-то. Вот, то есть, допустим, из пяти раз, когда учитель видит, что ребенку нужна помощь, из тех пяти раз, когда, что ребенок, три раза подойдет и сам попрочит помощи. Вот это как бы такой, ну, может быть, не самый лучший пример. И потом, как бы, в этом плане так потом подсчитывается. Потом, ну, в принципе, в общем смотрит, как ребенок в социализации его проходит, замеряется, с кем он больше играет, как он больше отвечает на уроки или нет, следует ли правилам и так далее. Если в учебном плане, если учебу брать, то там смотрят раз, два, два раза в год проверяется качество чтения, допустим. Тут все по уровням тоже и смотрят, насколько прогресс прошел или нет. Может ли ребенок с ОВЗ обучаться без спецпедагога? Может, в принципе, но так или иначе спецпедагог будет прикреплен к ребенку, или ребенок будет прикреплен к спецпедагогу и будет проходить мониторинг. Так или иначе, все равно эти два учителя будут постоянно общаться, будут постоянно смотреть прогресс ребенка, опять же, по тем же контрольным и так далее. Кто помогает ребенку с ОВЗ обладать маршрутным расписанием индивидуальной тьютер? Тьютер вообще-то, по-моему, пришел из Англии, насколько я понимаю. Тьютер вообще, если переводить, это репетитор. Здесь они, как он называется, инструкционные помощники. Но, в принципе, не важно, роль они тоже саму играют. И не обязательно человек, который выполняет тьютерскую такую работу, они не обязательно учителя. Просто им спецпедагог даст какое-то определенное задание, как работать с какой-то программой, или с какими умениями, навыками этот тьютер, как угодно, будет работать с ребенком, чтобы помогать ему подвигаться вперед. Отслежка все это идет спецпедагогам и основным учителям, в классе которого находится ребенок. Какое среднее число учащихся в классе школы? Все это зависит от того, какой статус у школы. Это в классе могут быть и от 20 человек, от 18. Допустим, у нас школа с низкой успеваемостью, в силу того, какая у нас такая у нас популяция. Детей с нулевушек до 2 класса у нас средненько 18 человек. 3, 5, 6 класса, нет, 6 класса в этой школе нет. 3 по 5 класс, это до 34 человек, может быть, в классе. Ну и процент детей с ОВЗ может быть достаточно, на этот 2 класс. Там они используют модель колл-тичинга, и у них человек 7, наверное, в этом классе. И всего у них 22, по-моему, 22 человека, то есть большой процент. Но 2 человека, 2 учителя работают там постоянно, то есть спецпедагог и общий, основной педагог. Если отталкиваться от предположений пирамид, 20% ОВЗ могут участвовать в одном классе. Могут. Опять же, потому что там уже будет спецпедагог, он будет постоянно работать в тандеме с основным учителем. Доконом это никак не регулируется, все зависит от того, от нужд ребенка. Абсолютно все зависит от нужд ребенка. Какой документ получает ребенка с собственной отсталостью по завершению. Существуют различные степени дипломов и так далее. Могут все равно сказать, что получил такую ступень. Так, не знаю даже, где начать. С самого последнего штата определяет администрация детсада и программу коррекции. Может писать самоорганизация по этому штату. Ага, вы выдаёте мне новые вопросы. Хорошо, просто начали. Тьютер-ассистент. Ну, в России вы называете их тьютерами, в Англии они, по-моему, тоже называются тьютерами, в Америке они называются ассистентами. Вот, в чем разница. Тьютер хотя бы в квалификационном справочнике есть, а ассистент не прописан. Как его включить, считать образовательные организации. У директоров огромное количество свободы. Им даётся, они должны как бы определить директора, сколько единиц учителей и каких, и куда поставить, исходя из того, сколько детей, сколько, какие нужды предлагается и так далее. А дальше рассматривается, допустим, даётся какое-то количество денег. И на эти деньги учитель, директор может взять одного, допустим, спецучителя, а может взять, допустим, трёх ассистентов. Они получают достаточно, очень мало, на самом деле. То есть это всё зависит от нужд школы, от того, что считает нужным директор и так далее. Каким категориям детей с ОВЗ необходимо сопровождение тьютеров, как их обучают? Обучают их, как их обучать, на самом деле, я не знаю, это хороший вопрос. Я как бы этим никогда не занималась. У них какое-то минимальное, по-моему, минимальное требование к тьютерам или к ассистентам, как угодно хотите, это одно и то же, в принципе. Здесь, то же слово тьютер, в принципе, не используется здесь. А хотя бы иметь образование в средней школе. Учитель, эти тьютеры, эти ассистенты очень, тоже бок о бок работают со спецучителем. Спецучитель даёт задание. Вот сегодня, Марья Ивановна, вы будете работать с этим ребёнком над этой проблемой, пока он там, значит, её не решит. Может, по-другому это может выглядеть так. К примеру, если у детей необучаемость, да, большая группа детей с проблемой необучаемости, этот тьютер может, допустим, в классе там два или три ребёнка. Когда, давайте я сначала быстренько опишу, как, в принципе, класс выглядит. Допустим, 15 минут урок, рассказывается какая-то тема, рассказывается какой-то предмет, и дальше даётся, что, какое задание будут дети выполнять. Это 15 минут. Дальше дети идут на 10-15 минут, там, за свой стол или в малой группу, работают, выполняют какие-то упражнения. В это время этот тьютер может ходить от ребёнка к ребёнку и смотреть, подсказывать, какой дальше шаг может ребёнок сделать, поддерживать, опять же, вербальные какие-то такие аффирмации предлагать и так далее, отслеживать, где неправильный какой-то шаг может попросить, допустим, переделать, или ещё раз объяснить и так далее. Может взять малую группу, там была пуллаут, да, работа в малых группах, может, допустим, в зависимости от того, как себя ребёнок чувствует. Вообще интересно, замечена такая тенденция, что когда полная луна, дети приносят очень много энергии в класс. Вот, в такие дни, к примеру, как бы смешно это не казалось, в такие дни, допустим, тьютер может взять этих двоих, троих, четверых детей и работать, допустим, в коридоре или где-то в другой класс, если пустой, если есть такая возможность, они там вот работают здесь 15 минут над тем заданием, которое дал учитель, а остальные, допустим, дети все работают самостоятельно. Вот, как бы, это так может быть. Щедровицкого. Имя знакомое, но я не уверена, что я знакома с этой системой. Я сейчас запишу, но потом обязательно об этом всё выясню. В детстве я считаю, что есть старший и младший, а младший Георгий Петрович. Вот, Георгий Петрович. Я попутал, что это организационно-мыслительные игры. Мы с 16-го начинаем по этому жанру организационно-мыслительную игру Анисимова Олега Сергеевича с этого направления. Это очень интересное направление, но это больше на интеллектуальное развитие для детей с инвалидностью или студентов, это, скорее, никак это не подойдёт. Вот завтра наш профессор на повышении квалификации будет рассказывать о том, что люди с инвалидностью, дети с инвалидностью воспринимают, перерабатывают информацию в 20 раза медленнее, чем обычная. Олегчик Ирина Юрьевна, она докторских наук, специалист данной области. Четыре года назад она выступала в нашем университете, на нашем факультете. И она при этом сказала, что студенты и школьники 20 раза медленнее. Завтра у нас будет возможность, многие эти нюансы у неё услышат. И как раз разобраться, это действительно ли так. Скорее всего, это так. А тогда надо понять, как строить учебный процесс и какие требования предъявлять. Можем ли один к одному предъявлять требования, как обычным студентам, то, что нередко мы декларируем и делаем и так далее. Вот завтра как раз будет в 6 часов разговор с ней, готовьте вопросы, смотрите трансляцию. Если будете в Москве, приходите в университет. В 10 до 4 мы будем все эти вопросы обсуждать. Извините. А запись будет? Да, мы все то, что мы будем транслировать, будем делать запись. Будет запись у транслятора, а потом будет еще качественная запись у сниверситета. Все мы будем запись. Завтра будет очень интересная. Я вот под теми, если подробно. Да, вот здесь еще вопросы. Я ежедневно не скопирую, чтобы легче было. Да, конечно же, есть претенденты, когда проходит программу медленней. Именно поэтому в зависимости от нозологии ребенка прописываются эти цели, которые рассматриваются и мониторинг происходит, и переписывание этих каких-то целей происходит раз в год. Но если, допустим, происходит так, что ребенок цель достиг свою быстрее, чем предполагалось, ее, в принципе, переписывают, дополняют только как там еще. Но естественно, что ребенок с умственными остальцами или с аутизмом, где ребенок, допустим, невербальный. Хотя интеллект сохранен. Вот там в зависимости от того, сколько и какие специалисты будут вывречены, сколько времени. Как часто ребенок даже школу посещает. То есть все эти моменты будут прописаны там. И все это будет отслеживаться. Организация, как это, я не знаю, что вы имеете в виду, как это решается организационно. Это все прописывается, это все учитывается, все документируется. Если какой-то один прием не работает, подключают какой-то другой и так далее. То есть постоянно происходит разговор об этих действиях, постоянно происходит отслеживание, не просто с тестированием, а даже каждый день, допустим, сегодня полная луна, я знаю, что у меня там Джон будет сидеть и абсолютно не отвечать тем моим требованиям, на которые, как правило, он как бы отвечает. Вообще этот процесс обучения ОВЗ здесь поставлен очень четко и очень глубоко. И просто так вот, даже с двумя часами здесь на самом деле не делается. Как остальные дети относятся к детям с ОВЗ и регулирует ли этот процесс педагог-педагог-психолог. Так как, в принципе, это нормально, поэтому я говорю, физически, как бы дети такие воспринимаются абсолютно нормально. Инклюзивные физические, ну, как должны. Ну, хорошо у него там, он там с коляской, или хорошо там еще как-то. Вообще идет, допустим, работа, что пригласить других детей, помочь этому ребенку, быть друзьями с ними, там, приглашать и выигрывать. Поэтому с утра в нашей школе, допустим, организовано, что каждые самые первые 15-20 минут учебного дня приходят дети из тех, допустим, медицинские хрупкие детки приходят в свой класс, они какие-то игры, не обязательно это подвижные, скорее всего, неподвижные игры, а более такие, какие-то разговорные, какие-то интеллектуальные, какие-то на решении каких-то проблем, распознавание себя и других. То есть такое вот сплочение, нормализация происходит. Вот слово то, которое, как вспомнить не могла, это как бы нормализация того, что, ну, да, вот ты другой, а вот я, например, очень часто использую пример с детьми, когда они слышат какой-то такой слабый акцент, но они понятия не имеют, потому что они себе здесь все говорят, разговаривают с акцентами. Когда я им говорю, ну, вот понимаете, вот у меня язык-то первый, это не английский, они, да, нет, нет, я говорю, да, ну, это и пишу я иногда по-английски, не знаю, как написать слово. Я своим, я говорю, ну, это не останавливает меня, это никак меня не сдерживает от того, что я могу быть успешной. То есть такие какие-то вот небольшие даже разговоры, какие-то при собственного примера, это, в принципе, нормализует и проблем как таковых не существует. Дети, с вами, страдающие поведенческими нарушениями, могут серьезно нормализовать процесс обучения обычных детей, все равно обучать детей вместе. Все зависит от того, от степени ребенка, насколько он безопасен с другим. Может, конечно, процесс обучения тормозить. Но, опять же, если, на самом деле, про поведение и эмоциональные нарушения, то можно целый курс прочитать. Здесь, опять же, документация идет того, что как все это происходит, что было сделано, чтобы помочь, какие шаги были предприняты, работают, не работают, как долго они были предприняты, какие-то поведенческие планы делаются, отслеживаются с учителями и другими. Все это зависит от, насколько часто, насколько долго, насколько громко все это происходит. Если ребенок определенно не является небезопасен другим, допустим, был малыш в нулевушке в прошлом году, который, если его попросишь присоединиться к классу, чтобы он либо свой стул придвинул к ковру, либо сам на коврик сел, он начинает ходить и делить и так далее. Каждый раз, когда это происходит, естественно, весь процесс останавливается, но фиксация этого необходимой документации, потом будут, естественно, другие специалисты привлечены к этому процессу, и постепенно ребенок так или иначе будет, скорее всего, направлен на ассистацию, на нахождение определения какой-то категории. И, ну, школа должна... Здесь такой момент, что если родители, допустим, не согласны, кажется, нет, у меня с ребенком все равно все нормально, я не верю, что он так себя ведет, даже несмотря на то, что родители будут стоять прям там же и видеть все эти поведения своего ребенка, здесь такой, происходит системный такой подход на то, чтобы обучить родителя, объяснить, как это дальше может повлиять на ребенка. Мы убираем из картины, мы не разговариваем о других детях, мы говорим о ребенке этого родителя и объясняем что-то дальше, какие перспективы развития, и что, каков его потенциал и как он может функционировать, если какие-то определенные моменты дальше будут предложены. Ну, допустим, специалисты, те же логопеды или еще кто-то, они не могут просто начать работать с ребенком. На это на все должно требоваться разрешение родителей. Случаи усыновления таких детей другими родителями есть. Я одна из таких, на самом деле, и об этом тоже можно рассказывать бесконечно. Система, в принципе, у них как таковых детских домов не существует. Это существует в семье, патронажные и так далее, и работа тоже с такими. Детьми работа и с детьми происходит, и с учителями, и с детьми в классе, и с самим ребенком, и с теми родителями, которые являются патронаками с ребенком и так далее. Это все системный подход. Есть ли проблема буллинга в отношении детей? Встречается, но это чаще, наверное, будет в среднем блоке и в старших классах. Но так как разговор о буллинге происходит, начинается с львушек и, опять же, ежемесячные мои занятия. Допустим, я прихожу в класс, какие-то малые группы учителя. Обязательно это часть учебного процесса, тоже вот на сплощении, на умение распознать, когда к тебе относятся по-доброму, как на это реагировать, как нет, какие ступени, шаги предпринять, чтобы защитить тебя, как получить помощь. То есть все это постоянно оговаривается. Опять же, это часть культуры такой, что все заслуживают принятия, все заслуживают нормального отношения, что каким бы ты другим ни был, ты часть общества. Выходит из группы, если поведенческие расстройства не устраняются, когда он в таком случае попадает. А после, самым важным таким моментом, с каким бы ОВЗ ребенок, или с каким проблемами ребенок бы ни находился, всегда стоит вопрос наименее, как это по-русски, высширчивость of environment, наиболее доступные. То есть начинается, предполагается, что ребенок будет с наибольшим количеством детей, людей и так далее. Если же стоит вопрос о том, что надо как бы снизить выход в люди, так скажем, грубо говоря, могут предоставить ассистента, который будет с ребенком постоянно или достаточно часто. Дальше может он уйти в центр. Это такой центр для детей с эмоциональными нарушениями может быть в этой же школе, может быть в какой-то другой школе, но это не какое-то отдельное закрытое заведение и так далее. Все равно даже социализация проходит, они участвуют в общешкольных мероприятиях и так далее. Это не рассматривается как «О, ты плохой, тебя надо убрать», а больше как «Ты пока что неудачлив, мы тебе поможем и постепенно поможем тебе стать частью общества». вот такая как-то формировка. «Апан». Когда я с «Ностальгией» помню о том, как мы ходили теплым апрельским вечером вокруг Белого дома, вы очень много рассказывали про этические нормы. «Да, как-то мне очень запомнилось, и говорили в отношении с родителями, в общении с родителями. Очень максимум осторожно надо быть. Родители очень любят судиться. Не дай Бог, вы неправильно что-то не так скажете, выразите, то родители могут подать к психолога в суд и так далее. Это может быть очень сдерживая, какие-то ошибки и требует максимум уважения к ребенку, к родителям и так далее. Вот что по этому поводу могли в завершение сказать? Вопрос, конечно, хороший. Все правильно. Этические нормы достаточно строгие, и как по отношению к ребенку, и как по отношению к родителям. Допустим, даже если мы предполагаем, что у ребенка, допустим, СДВГ. Так как мы не медики, мы сразу сказать, допустим, в лоб родителям не можем. О, вы знаете, у вашего ребенка СДВГ. Если кто-то произнесется, если родители хорошо подкованы, они могут, в принципе, все-таки повернуть все дело так, что школа, школьная система будет оплачивать все лечение и терапистическое, и гментозное и так далее на протяжении всего того времени, что ребенок будет учиться в школе, то есть с 12 класса. Поэтому мы должны как бы так танцевать вокруг, а с другой стороны и обучать родителей, и с другой стороны предлагать и помощь. И школа, в принципе, мы, школа не занимает такую позицию, что мы им говорим, что делать. Мы приглашаем родителей и специалистов работать вместе. Потому что, в принципе, родители, как бы нам того не хотели, все-таки знают свои детей, наверное, лучше, чем знаем мы. И какие-то стороны, конечно же, мы лучше знаем, чем сами родители. И вот придя вместе, и очень аккуратненько, такая красивенькая, и по-доброму, опять же, не обвиняя, что вот вы это сделали, вам надо это делать, это, это и это. Я всегда все свои, допустим, встречи с родителями начинаю с того, что мы команда, что мы работаем вместе, давайте разбираться, какие у вас сложности, как это, какие такие консультативные. Целый разговор, это, в принципе, как психотерапевтические такие встречи получаются. Потому что, если мы загоним родителей в угол, они только на нас озлобятся, действительно будут только защищаться, и, в принципе, ребенок останется где-то в стороне, и мы не сможем помочь ребенку. Ну и школа пострадает, и ребенок пострадает, родители пострадают, и отношения не будут выстраиваться, боязнь того, что некоторые учителя могут начать смещать, естественно, какой-то слой и так далее, то есть по-доброму может быть даже относиться к ребенку и так далее. Хотя в общем и целом, здесь действительно вот отношение к ребенку совершенно другое, чем в России. Здесь действительно ребенка рассматривают как личность. и это настолько выглядит по-другому, настолько это как бы помогает, что ли, оставаться позитивным, что действительно хочется делать и относиться и к таким учителям тоже по-доброму, и всегда их поддерживать и так далее. Но законы и этические нормы, они очень такие строгие, и надо смотреть, следить за каждым своим словом, потому что слово от Неворобей вылезет не поймаешь, и потом могут быть большие проблемы для твоей системы. — Петяна, это последний вопрос. Анонс будущего мероприятия, будущей встречи. Мы хотим еще одну встречу, потому что мы даже планировали первоначально сегодня со студентами, да, о мотивационных аспектах обучения студентов инвалидно, саморегуляции и так далее. Я думаю, что мы где-то через несколько там суббоб и осветлений можем продолжить этот разговор, но уже по новой теме, да, то, что мы хотели со студентами, вы говорили, это очень полезно, провести такой разговор с преподавателями, даже с родителями, правильно? Вот, вы можете предсказать занавес разговора следующего? — Ну, это, наверное, как бы то, как я работаю, в принципе, опять же, пригласить всех к разговору, как часто получается так, что мы говорим им, что делать, мы указываем, что им делать, они начинают от нас спрятаться, да, и защищаться, и чтобы, наоборот, создать такую команду и работать с ним, потому что, я считаю, что это необходимо, помочь студентам и родителям, как бы, расковаться и видеть, что учителя и преподаватели, они, в принципе, не желают зла, и начать такой вот разговор, начать диалог, что сложно, а почему сложно, потому что, если разобраться, очень долго, пройти разговор, вот, и про ОВЗ, и про все эти сложности, и только начинается, действительно, baby search, как говорится, и очень важно начать развивать такую культуру принятия, а не просто толерантности, если сами студенты начнут разговаривать о том, что им сложно, и нормализировать для себя, что да, ну, вот я в коляске, у меня что-то сложно, но это не значит, что я ненормальный, вот этот процесс нормализации, и как для преподавателей, и для родителей принятия, наверняка, если поговорить вот так один на один с какими-то родителями, у них тоже, наверное, чувство вины перед детьми, перед собой, может быть, перед семьей, это ведь целая, опять же, система, каждый человек, нельзя его рассматривать индивидуально, да, это каждый человек, это является частью системы, это либо семейная система, а там дальше родители, там дальше родственники, там дальше еще что-то, мы не знаем, какая история болезни, мы не знаем, как проходили роды когда-то у этих родителей, да, какую помощь они когда-то получали, мы не знаем, что еще что-то происходило, то есть родители, допустим, если мы говорим, они несут огромную вину наверняка на себя, они несут эту тяжесть, они защищаются, они закрываются, вот помочь им как бы, принять то, что да, это сложно, и что есть, помочь им поверить, что есть все-таки люди, которые на их стороне и не пытаются их в чем-то обвинить, а протягивают им руку помощи. И вот, и учителя, конечно же, все-таки, наверное, согласитесь, я продукт Советского Союза, и когда я приехала сюда и видела детей и взрослых, ну, в принципе, вообще людей с какими-то сложностями здоровья, на самом деле я не знала, как реагировать, потому что в России, когда я жила, такого практически явления я не видела. Вот, и это как бы пугает других, а вот именно нормализация всей системы, всего общества, вот это вот, наверное, как-то должно происходить через разговоры, через задавание вопросов, через помощь, чтобы им раскрыться и принять. Если подводить итоги, я не знаю, вот у меня напрашивается одно слово на слове того, что вы рассказывали про американскую систему, это больше тетя естественно. Да, все, как бы, вот это естественно, не искусственно. Это вот определенный менталитет, образ жизни, и как-то все так естественно, плавно, организованно, хорошо. У нас очень наскоками, скорее, то с одной крайностью, то с другой. Зацепили за слово инклюзивное, и другого слова не понимают. То есть все зачеркивают специально образование, да, и так далее. То есть специально образовательные учреждения закрывают, и другого слова, как инклюзивное, вообще не знают, и так далее. То есть опять крайне, опять наломают, как говорится, дров, опять разрушат учебные заведения. Наверное, должны быть разные варианты. Не все дети могут учиться инклюзивно. Вот, они должны иметь определенный уровень зрелости, и педагоги не все могут работать, и так далее. Вообще, как не все могут работать с детьми с инвалидностью, даже на уровне высшего образования. Вот, я вижу, что не каждому дано работа, да. Вот, тем более на уровне школы, это будут очень много проблем. Я думаю, вот эти аспекты мы продолжим. Кроме того, я хочу сказать, что у нас в США еще есть один человек, Мельник Юлия. Она год уже там находится. Она сама из Саврополя и сама незрячая. Поучила по фонду финансирования, ездит по США вузам, читает лекции в инклюзивном образовании. Она писала кандидатскую диссертацию про инклюзивное образование, тьютерство в Великобритании, в Германии, в Европе. Это ее был там обзор инклюзивного образования в Европе. Она сейчас в США ездит по вузам и активно изучает опыт. Кто был у нас 26-го, 7-го на нашем всероссийском конференции дистанционное обучение в инклюзивном образовании, мы организовали с ней телемост через Кай. И она тогда очень активно рассказывала. Мы можем вернуться к разговору с ней. У нас была достигнута договоренность, что она проведет один такой вебинар, и нам расскажет про инклюзивное образование в высшей школе, так как она только этим занимается, и еще расскажет про европейский опыт инклюзивного образования. Она знает очень много, ее остановить, как и Татьяну, практически невозможно. И она очень осведомлена по всем этим вопросам. Раз она американцам читает лекции, еле успевает ее перевозить из одного университета в другой университет американский. Она сама не зрячая. Вот так. И Галли Бишет докторскую диссертацию. Поэтому мы попытаемся с ней в ближайшее время сделать такую встречу. Следующее воскресенье у нас «Выгорание», «Как сгореть». На своей работе мы будем обсуждать. Поэтому, кто хочет понять, как быстрее сгореть, вы найдете следующее воскресенье, тоже в день вечера. На наш вечер воскресенье по свиделку. После этого, наверное, мы сделаем смельник июлей, если она сможет. В это время такую встречу. А потом Татьяну попросим продолжить про мотивационные другие аспекты. Именно обучение детей, студентов с инвалидностью. Вот так. Вот в ближайшее время. Итак, завтра мы ждем в нашем университете. Или ждем на трансляции с 10 утра. Мы будем пытаться понять психологию человека с инвалидностью. Как вести себя, какие есть трудности. И что необходимо учитывать. Это, в принципе, базовые вещи, которые нам нужно знать. Вот так. И потом в пятницу и в среду плавно переходим на инклюзивное образование в виде терапевтического семинара. Таким образом, у нас вся неделя с понедельника до воскресенья вечера после 9 вечера будет очень сплотной занятий. Все это будет записываться, выкладываться. Поэтому, кто не может принимать участие или не может смотреть трансляцию, можно смотреть видеозапись. У нас будет сформироваться видеоархив. Уже сейчас в электронном деканате появились первые записи. И с ними можно знакомиться. Завтра мы напишем о ближайших наших делах, кто о заканчивании регистрации в электронном деканате, или у кого еще осталась электронная регистрация на повышение квалификации. Следите за электронной почтой. Татьяна, вам было здесь огромное спасибо, благодарность. Я час копирую и вам пошлю. Вот на память. Хорошо, потому что очень много теплых слов. Я вижу, что наши участники вас полюбили. Будут с интересением ждать новую встречу с вами. Всего наилучшего. Всем спокойной ночи. До новой встречи. Кто у нас в гости, нам очередной напоминается. Заходите сначала с фамилией, потом с именем. Иначе наша система вас не обнаружит. И потом, где-то статистику неправильную. Таблицы будут отсутствия. Поэтому это будет не совсем хорошо. Всего наилучшего за вечер, за сычу. У вас утро, Татьяна, у нас уже ночь скоро будет. Всего наилучшего. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо.